В республике реализуется программа по переселению из ветхого жилого фонда. 860 аварийных домов вошли в нее. В пяти районах республики проблему ветхого жилья уже решили. Наиболее остро она стоит в Чебоксарах. Наша съемочная группа побывала сегодня в Сосновке и увидела, как сносят ветхие дома. 594 чебоксарские семьи необходимо переселить в комфортные условия. Они проживают в 76 аварийных зданиях. Параллельно с переселением администрация города занимается и сносом аварийных домов. В прошлом году были снесены два дома по улице Щерса и по улице Калинина. В этом году необходимо снести еще четыре. В том числе и этот по улице Сосновская. Федор Маскалюк живет в Сосновке уже 50 лет. Помнит всех жильцов этого дома. Рассказывает, что все уже переехали в новые квартиры. Построен он, например, при электростанции, это в послевоенное время, где-то в каких-то 50-х годах. Точнее, не могу сказать. Очень хорошо построен. Теплый очень дом был. Этот дом построили пленные немцы. Рабочие, которые разбирают дом, показывают гвозди. В Советском Союзе такие не делали. Гвозди ковали на кузнице поблизости. Рассказывать, что вытащить крепеж сложно. Но к концу недели обещали, что от этого дома и дворовых построек ничего не останется. Программа сейчас, на сегодняшний день, первый этап очень активно идет. Граждане уже переселены. На сегодняшний день уже идет снос домов. Вот здесь, в Заволжье, на сегодняшний день контракт заключен на 4 дома. В прошлом году снесли 2 дома. В этом году еще 7 и 4. Снесли недавно и дом Людмилы Косихиной. Взамен 20 квадратов они получили благоустроенную квартиру в Садовом. Но переезжать не захотели. Отдали ее сыну, а сами построили дом в Сосновке. У нас все устраивает. Квартира шикарная. Потому что мы жили, у нас было 21 квадратный метр. Но что это такое? Сейчас мы получили благоустроенную, теплую, красивую, хорошую квартиру. 33 квадратных метра. Для нас это счастье. У большинства жителей Заволжье есть сады. Там они, конечно же, строятся, обустраиваются. И некоторые, конечно, остаются здесь. На месте уже снесенных зданий пустыря не будет. Сейчас Заволжье активно застраивается. И скоро здесь появится новый дом. В 2009 году у нас был построен новый дом. Частично туда заселили. В этом году у нас достраивается еще один 16-квартирный дом. На 16 квартир будем переселять туда жителей. И планируем начать в этом году строительство еще двух трехэтажных домов. Федор Маскалюк тоже планирует остаться в Заволжье. Говорит, что в другом месте и не представляет, как жить. Тем более, что сейчас все делается, чтобы Сосновка стала краше. Планировку я вообще-то не видел, какая будет. Но надеюсь, что при нынешней администрации будет красивая Сосновка. И с удовольствием будет приезжать Сосновский из города отдыхать. В целом, на реализацию программы по переселению из ветхого и аварийного жилья в Чувашию в течение нескольких лет из разных источников поступят порядка 5 миллиардов рублей. Так что из Заволжье вся республика преобразятся. Татьяна Молокова, Олег Якимов, Республика.